Без воды не только горячий, но и холодный останутся завтра кировчане 26 марта. В центральной части города отключат холодное водоснабжение. На перекрестке улицы Спаска и Октябрьского проспекта будут заменять участок трубопровода. Холодной воды не будет в некоторых домах на Октябрьском проспекте, улице Маклина, Володарского, Герцена, Дериндяева и Воровского. Полный перечень домов можно узнать на нашем сайте 9.ру. О других новостях города и области расскажем в коротком видеообзоре. Кировские полицейские вернули церкви, похищенную два года назад, икону. Изображение апостолов Петра и Павла в октябре 2013 года украли из Вознесенской церкви поселка Суна. Тогда по данному факту было возбуждено уголовное дело. Недавно украденную икону обнаружили в доме скупщика предметов старины в Архангельской области. Позже задержали и группу из четырех человек, которые подозреваются в серии краж из церквей. На днях святыню вернули в нашу область и передали настоятелю Вознесенской церкви поселка Суна. Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве. С 1 апреля по 15 июня на службу в российские вооруженные силы должны отправиться более 150 тысяч человек. Одновременно президент распорядился уволить солдат, матросов, сержантов и старшин, у которых истек срок военной службы по призыву. 24 балла по русскому и 27 по математике. Именно такие результаты на едином госэкзамене в этом году должны получить школьники, чтобы им в дальнейшем выдали аттестат. Такой порог установили в Министерстве образования для 11-ти классников. Кстати, там же определили минимальное количество баллов для поступления в ВУЗы. Например, экзамен по обществознанию надо сдать не меньше, чем на 43 балла, а английский язык на 33. Продолжение следует...